меня зовут софия я вам сегодня буду рассказывать о самостоятельном изучении языков вот поднимите руки кто из вас когда-то в школе учил иностранный язык и теперь на нем не может вообще практически ничего сказать вот есть такие люди в принципе это неудивительно и в общем то когда сидит 30 человек в классе учителю сложно дать какой-то нормальный материал поэтому для многих людей изучение языка ассоциируется с каким-то долгим бесконечным и бесцельным процессом но в то же время иностранные языки можно учить с удовольствием и за относительно небольшой промежуток времени добиваться значительных результатов о том как это сделать мы сегодня и поговорим но для начала давайте выясним для чего мы учим иностранные языки ну причину может быть на самом деле огромное множество я например студент филолог я связываю с этим свое будущее но на самом деле если человек хочет просто общаться с людьми из других стран обмениваться опытом или ему нужен язык для работы допустим то чаще всего ему не нужно знать язык на уровне c2 до самом высоком по международной классификации ему достаточно уровня b1 или в крайнем случае b2 а в некоторых случаях даже уровня а2 будет достаточно чтобы в полном объеме выразить свои мысли и так после того как мы определились для чего нам учить язык и соответственно чего мы хотим от языка получить начинаем собственно приступать к изучению я предлагаю начать с того чтобы составить себе план потому что многие люди перестают учить язык просто потому что они вообще не понимают что им нужно делать то есть у человека есть цель выучить иностранный язык что такое выучить иностранный язык это знать его на каком уровне это уметь говорить или уметь только писать или это уметь разбираться вообще во всех тонкостях художественной литературы это все абсолютно разные вещи поэтому цель нужно ставить абсолютно конкретную и желательно ставить себе какой-то дедлайн например в книге 12 недель в году описано как ставить цели на каждые три месяца на каждые 12 недель и в принципе вам может показаться что это очередная глупая книга по тайм-менеджменту которая вас там будет мотивировать полдня на самом деле да на самом деле в принципе так все и есть потому что в ней очень много воды и вообще стоит прочитать только из нее там основные какие-то главы но вот этот принцип планирования чего-либо на 12 недель он в принципе работает потому что за 12 недель вы не успеваете отказаться от цели вам язык не успевать не успевает как правило надо есть поэтому как мы действуем мы ставим себе цель например за три месяца достичь в определенном языке какого-то уровня у меня была цель за 12 недель достичь в испанском языке уровня 1 и я себе писала план два раза в неделю мне надо созваниваться с носителем языка там четыре раза в месяц отправлять носителю языка на проверку свои тексты каждую неделю проходить по одному по одному уроку в учебнике и так далее дальше когда мы составили план мы сталкиваемся с тем что нужно подобрать качественные материалы по которым мы будем учить язык собственно тут я советую обратиться к сайту petit polyglot это блок языкового проекта language heroes почему потому что именно на этом сайте есть подборки материалов по очень многим языкам то есть в одном месте собраны все ресурсы которые вам могут понадобиться это ресурсы проверенные которыми люди действительно пользуются которые приносят пользу ну и кроме того у хорошего учебника есть определенные признаки во первых это наличие аудиоматериалов потому что очень важно сразу как только вы начинаете учить язык учиться понимать его на слух во вторых это наличие ответов потому что если вы учите язык самостоятельно то важно не заучивать неправильные варианты кроме того нужно чтобы с помощью этого учебника вы могли прокачать все четыре основных языковых навыка то есть это письмо чтение аудирование и устная речь собственно понять можете ли вы это сделать очень легко обычно в оглавлении написано на тренировку какого конкретно навыка идут какие разделы учебника хорошо когда к учебнику прилагается рабочая тетрадь для отработки каких-то полученных навыков и еще очень важно чтобы учебник был вам интересен потому что я прекрасно знаю как неинтересный учебник может отбить желание учить язык я например очень люблю когда в учебнике много картинок когда там все такое яркое красочное вот можно с кем-то поговорить даются какие-то там темы для обсуждения собственно когда вы выбираете учебник я советую пройти первый урок в нескольких учебниках и посмотреть какой из них вам нравится больше следующее о чем стоит сказать это то что навыки нужно развивать в комплексе то есть не стоит забывать о каком-то определенном навыке например у меня так было что я учила долго английский язык я могла на нем писать могла говорить а на слух не понимала и чтобы такого не было нужно учиться понимать например на слух сразу поэтому если мы говорим о чтении и аудирование то чем раньше вы начнете слушать тем лучше причем делать это достаточно легко это вообще вот самые приятные мои такие занятия когда я учу язык я беру включая любимый сериал субтитрами это можно вообще делать с первого же дня изучения потому что у вас есть опора у вас есть русские субтитры но что в то же время вы слышите иностранную речь вы можете вычленить отдельные слова на слух со временем слова превращаются фразы и потом вы понимаете что внезапно оказывается я понимаю этот язык что касается чтения то конечно вы не сможете читать книги даже адаптированные с первого же дня но через месяц после интенсивного изучения в принципе уже можно начинать читать адаптированную литературу которая в интернете в принципе достаточно много книги стоит выбирать по такому принципу чтобы они не были вот абсолютно легкими то есть вам нужно открыть на любой странице книгу прочитать текст и если вам общая мысль будет понятно ее стоит брать читать и разбирать подробно когда мы говорим об аудировании и о говорении и письме то стоит обратить внимание на то что скорее всего вам понадобится помощь носителя конечно можно практиковать устную речь не только с носителями но тем не менее считается что это лучший способ тренироваться здесь вы можете увидеть сайты на которых вы можете найти найти носителя языка как правило если вы учите какой-то распространенный язык то это сделать не так сложно есть даже приложение для смартфона и там отзываются носители языка буквально через полдня после того как вы запустили эй народ помогите мне выучить там китайский или английский или любой другой язык но могут возникнуть некоторые сложности если вы учите например исландский или еще какой-то такой язык у которого в принципе не слишком то много носителей а что касается письма а здесь я могу посоветовать сайты italki и lang8 а почему потому что вы можете выложить туда абсолютно любой текст свой на изучаемом языке и вам носители его проверят это совершенно бесплатно люди там достаточно доброжелательные они вам расскажут почему вы не правы а вот ну и вы в свою очередь можете помогать другим людям учить ваш родной язык кроме того необходимо мониторить прогресс потому что если человек видит что язык его развивается то ему для него это иногда является дополнительной мотивацией я советую такую вещь которая многим может показаться слишком уж радикальной но я советую записывать себя на аудио или видео и выкладывать это в интернет вот вы конечно можете нарваться на хейтеров но я думаю что в большинстве случаев люди вас поддерживают адекватные люди потому что попытки изучать что-то новое я думаю они в современном мире скорее больше приветствуются ну если вы совсем боитесь выкладывать видео в интернет можно его записывать просто для себя и пересматривать через какое-то время если вы начнете видеть свои речи ошибки это уже хороший знак это значит что вы выучили что-то новое кроме того можно вести блог как правило это работает для тех кто учит несколько языков вот потому что вы туда выкладываете свои наблюдения по языкам общаетесь с таким же языковыми блогерами вот обмениваетесь информацией а это вдохновляет как правило на то чтобы делать что-то еще также необходимо заниматься ежедневно и регулярно вот это вот особенно важно потому что можно заниматься два раза в неделю по два часа а можно заниматься по 15 минут семь раз в неделю и вот второй вариант он принесет вам гораздо больше пользы это вот проверено на сто процентов лучше заниматься по чуть-чуть каждый день многие люди жалуются что им некогда учить язык и ну в принципе да современный ритм жизни нам особо особенно много свободного времени не оставляет но тем не менее по дороге на работу можно слушать аудио уроки или в метро можно пытаться читать книги например тогда будет получаться даже больше чем 15 минут проверено также хотел бы поговорить о том как стоит учить слова вообще очень много существует способов учить иностранные слова есть такие программы как мемрайз и анки они основываются на интервальном повторении то есть за счет того что вы много раз повторяете какое-то иностранное слово вы его запоминаете в принципе могу сказать что вот мне лично мемрайз помогает учить слова но его минус в том что на него уходит достаточно много времени то есть надо много раз повторить это слово затем через несколько дней зайти еще раз его повторить затем через несколько дней еще раз его повторить и тогда результат будет стопроцентный но на все это уходит много времени также в книге эрика гуны марка искусство изучать языки существует такой совет автор предлагает составить минилекс это список из 400 слов выучив которые вы сможете понимать язык скажем на самом простом уровне и общаться на бытовые темы в принципе это очень хороший совет потому что потом вы сможете на эту лексику нарабатывать еще другую лексику и прежде чем рассуждать на какие-то философские или там глубокие или специальные темы вам нужно научиться говорить самое простое или там хотя бы спрашивать дорогу купить что-то в магазине и так далее я предпочитаю учить слова списками это когда вы составляете себе список слов выписываете эти слова в словарь вот кстати прописывать слова от руки по старинке это тоже очень хорошая мысль они реально быстрее запоминаются и каждому слову если есть время я составляю пример то есть пока я придумываю этот пример пока я его записываю я запоминаю слово тем более слово уже стоит в контексте и еще такой маленький совет не пользуйтесь подборками слов из паблика вконтакте не надо потому что там очень много ошибок слова ну скажем так сгруппированы вообще по непонятным признакам очень часто там часто дается куча названий фруктов например а большинстве фруктов вы вообще в жизни не слышали даже на родном языке а вам предлагают их выучить на иностранном также очень важно погружение в языковую среду но существует такой миф что для того чтобы хорошо выучить язык необходимо пожить в стране изучаемого языка вот на самом деле ничего подобного потому что языковую среду можно создать в принципе и в вашей родной стране потому что я правда я знаю людей которые жили год или больше в стране изучаемого языка и до сих пор не могут на этом языке говорить и в то же время Ката Ломб венгерская переводчица она выучила несколько иностранных языков вообще не выезжая за пределы Венгрии поэтому это еще ничего не значит но каким образом нам создать языковую среду в домашних условиях во-первых есть такая фишка как фоновое аудирование это когда вы занимаетесь чем-то по дому и включаете на фоне какую-то речь на изучаемом языке конечно вы не выучите так язык но во-первых вы привыкаете к произношению во-вторых вы какие-то подмечаете структуры вы подмечаете какие-то особенности языка даже неосознанно и в-третьих часто в звучании языка уже есть особая атмосфера которую передает культура ну и кроме того когда я говорила о сериалах и книгах то в принципе вот можно сказать что это тоже можно отнести к погружению в языковую среду я например очень люблю немецкий язык за его фольклор и за сказки против грима вот я их читаю получаю настоящее удовольствие и понимаю что вот я хочу учить дальше этот язык кроме того нужно следить за выполнением плана то есть вы его написали от руки вы ставите галочки напротив выполненных пунктов и говорите какой я молодец я сегодня там уже 5 пунктов из 7 сделала например ну и еще можно себе какое-то поставить условия например если я выучу или не выучу язык ну скажем так достигну цели или не достигну то я сделаю или не сделаю там что-то я например прошлым летом себе ставила такую цель что если я в немецком языке до уровня B1 не дойду то я не пойду в кино на звездные войны вот сработало ну и так давайте рассмотрим мануал по самостоятельному изучению языка во-первых вам нужно составить план во-вторых найти единомышленников вот этот тот пункт который я упустила кстати гораздо веселее учить язык если вы учите его не один поэтому берите друга за шкирку садите его за учебники и учите вместе язык оно так и веселее и если друг уже что-то сегодня сделал а вы еще ничего не сделали то вам будет стыдно наверное ну по крайней мере должно быть подбираем качественные материалы не забываем о том что надо развивать все все навыки в комплексе подбираем мотивацию даже скорее здесь не мотивация здесь выбираем себе конкретную цель занимаемся регулярно ну и в конце концов покоряем этот язык потом понимаем что без них мы не можем жить выбираем себе еще один учим шведский потому что нравится учим немецкий потому что в Германии там семья живет вот и испанский потому что мексиканские сериалы любят тут должно быть видео вот я говорила о том что стоит записывать себя на видео вот я хочу вам представить кусочек из своего видео так я говорила на испанском после пяти недель изучения языка вот на самом деле это не страшно я вру на самом деле это страшно очень но я называю Соня и ну и я хочу начать с этого как почему я хотел так мне сомн я учитель я ставлю университет Кразин я ставлю англасс я говорю Я учу английский, английский, русский, украинский и немного испанец. Я учу английский, 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 это мой любимый язык. Поэтому я добавлю английский, язык в индивидууме, в испанном. Спасибо за внимание. 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 Спасибо. 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 Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо.